Казалось бы, прошло то время, когда мы выбирали камеру смартфонов по количеству мегапикселей, но кто бы мог подумать, что современные смартфоны возьмут и обгонят профессиональную фототехнику. По этому параметру, как минимум. Всем привет, это Droider Show, с вами Валерий Истишев, и сегодня мы поговорим о камере на 108 мегапикселей. Зачем столько, как это работает, какие у этого есть плюсы и какие минусы? Давайте разбираться. Начнем с того, откуда ноги растут. Все дело в том, что 7 августа в Пекине на Future Image Technology Communication Image конференции компания Xiaomi объявила о работе над 108 мегапиксельной камерой, при том вместе с компанией Samsung. Называется сам сенсор ISSL Bright HMX. Только представьте себе, 108 миллионов пикселей. И таким образом максимальное разрешение снимка составит, я это число даже запомнить не смог, 12 032 на 9024 точки. Но так ли это хорошо? На данный момент топовым сенсором Samsung является ISSL Bright GW1 с матрицей на 64 мегапикселя. Но пока смартфонов с ним еще не было выпущено, а само производство сенсоров запланировано на вторую половину этого года. Для сравнения, чтобы вы понимали, компания Sony недавно обновила свою топовую камеру для профессионалов Sony Alpha 7R Mark IV. Там стоит сенсор с разрешением даже пониже, на 61 мегапиксель. Но он огромный, полнокадровый. И такое разрешение приближает его к среднему формату. Правда, и цена соответствующая 3500 долларов. Или около того в России. Но только ли в мегапикселях дело? Конечно нет. Часто большое количество пикселей играет только в минус на маленьких камерах смартфонов. Чем же это плохо? Оценивая качество камер на смартфонах, нужно также обращать внимание еще на один параметр — размер самого сенсора. Например, если сравнивать два одинаковых с разрешением, например, на 12 мегапикселей, то сенсор, который больше, конечно, выигрывает. Большего размера будут и сами пиксели, в итоге они будут получать больше света. Давайте для начала разберемся в размерах, чтобы было нагляднее. Разобраться, как сильно отличаются сенсоры между собой, поможет вот эта картинка. Вот большой красный прямоугольник — это фулл-фрейм или полный кадр. Размер пленочного кадра — 36 на 24 мм. Такой как раз стоит, например, в беззеркалках серии А7 или А9 от Sony. Ну, а также в других профессиональных камерах. А вот и самый маленький прямоугольник в левом верхнем углу — это сенсор iPhone XS. И многих других смартфонов — 6,2 мм на 4,6. Если немного вспомнить историю, самые большие из сенсоров для камер смартфонов стояли в Nokia 808 PureView. На 41 мегапиксель это было 1 делить на 1,2. Или дюймовый сенсор гибрида Panasonic Lumix CM1 на 20 мегапикселей. Но надо отдать должное инженерам Samsung, они увеличили сенсор. И существенно. Как раз-таки, если сравнивать с предыдущими матрицами на 48 и 64 мегапикселя, размер пикселя сохранился 0,8 мкм, а сам сенсор существенно так вырос до 1 делить на 1,33, уже близко к дюйму. И в два раза больше сенсора на 48 мегапикселей. В итоге камера будет получать больше света, но и оптика понадобится более крупная, так что пора привыкать к большим нашлепкам сзади. Но что же будет с ночной съемкой? 0,8 мкм, это очень маленький пиксель. И, конечно же, картинка будет очень шумная и также будет разваливаться в кашу пикселей. Ну, в общем, то, как мы не любим. Но и на это есть свое инженерное решение. Для съемки при плохом свете 4 пикселя будут объединяться в один большой. В результате получится матрица на 27 мегапикселей, что тоже немало, еще и с большими пикселями, которые смогут получать больше света. На самом деле, подобные склеивания пикселей используются уже давно. И вроде первыми были HTC со своим Dual Pixel. Но даже с учетом всех этих факторов не стоит ожидать, что смартфон уже завтра или послезавтра возьмет и переплюнет профессиональную фототехнику. Но лично я бы с удовольствием протестировал такой аппарат на 108 мегапикселей, когда он наконец-то появится вживую. Еще не стоит забывать, что последнее время мобильная фотография развивается не за счет железок, то есть оптики, диафрагмы, сенсора и так далее, а скорее за счет алгоритмов постобработки и машинного обучения. Это нам показали и Apple, и Huawei, и Google в своем пикселе. Ну и небольшая вишенка на торте. Новый 108 мегапикселей сенсор может стать причиной небольшого качественного скачка в видео. 6К на 30 кадров в секунду станет возможным. На этом все, друзья, это Дройдер Шоу, с вами был Валерий Истышев. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое. Ставьте этому ролику лайк, если вам понравилось, и не забывайте подписываться на наш канал. До встречи в будущем и до встречи в комментариях. Там мы можем все это обсудить, высказывайте свои мысли, а я постараюсь ответить на самые интересные из них. Кажется, дождь начинается. Кажется, дождь начинается.